Добрый день, сегодня мы продолжим разговор о циркулярных головоломках и в этот раз циркуляр Magic Tower от компании Sengso Как мы помним был кубик, недавно про него рассказывал и сильно раньше был Megaminx, который назывался Crazy без слова циркуляр Теперь же Magic Tower Коробочка аналогичная, код товара здесь уже нормальный SY016, на трешке был какой-то странный Красивая коробочка, извлекаем пирамидку и там еще есть инструкция К ней позже вернемся, я собирал без нее, как обычно Что это такое? Ну мы помним, что Magic Tower это вот такая вот головоломка Многим известная как Jinx Pyraminx Аналоги являются Corner Master Morphix Duomo Cube, Triangle Pyraminx Много у нее модификаций Но именно компания Sengso на базе этой головоломки создала много других И зеркальный Magic Tower, и Void версию, и многослойные Ну и теперь пришло время версии Crazy или Циркуляр Чем же она отличается? Ну наличием вот этих вот дополнительных элементов По размеру, как видим, она отличается мало, хотя вот форма кажется чуть-чуть другой Возможно это обман зрения, но мне кажется она более выпуклая Чуточку Цвета такие же и похоже на то, что пластик немного менее глянцевый Наверное Вращается неплохо, без магнитов Ну оригинальную головоломку я покажу Это Crazy Tetraider от компании MF8 В содружестве с Даяном У меня есть две версии, Меркурий и Юпитер Вращаются не в работу Трудновато немножко Здесь есть центры фиксированные И есть центры нефиксированные, которые вращаются вместе с гранью Есть 8 различных моделей с разной конфигурацией центров фиксированных и нефиксированных У Меркурия фиксированных больше, у Юпитера наоборот Фиксирована наверное только одна Я их еще сам не собирал Хотел пополнить коллекцию другими экземплярами, но купить их сейчас не так просто Что же здесь? Здесь все центры фиксированы Все они одинаково не вращаются вместе с гранью И это делает сборку проще Ну и также здесь нет вот этих дополнительных угловых элементов на центрах И это сильно облегчает сборку Ну я подозреваю Так как Crazy 3х3 от Daya MF8 я собирал, а от Tetraider пока нет Конечно сборка подольше Давайте перемешаем Я не сразу собрал эту пирамидку Пришлось подумать Поразмышлять И даже не в первый день Ну просто усилий я наверное недостаточно приложил Поначалу я собираю как обычный пирамидку или стандартный Magic Tower Допустим с красной стороны Без всяких изысков Собираем первый слой На центре пока внимания не обращаем Слегка колокол капит Ну вполне приемлемое вращение Первый слой готов Даже центр на месте стоит Далее определяем ситуацию из пирамидки Какую-то стандартную Здесь можно любым способом собирать И видим что все собралось Ну за исключением вот этих полумесяцев Давайте я сломаю центры чтобы было чуть веселее Делается это нехитро В обычном Magic Tower Сначала нужно еще центр собрать Именно вот эти треугольные Для этого мы берем Центр Ищем где его место Центр располагаем перед собой А место снизу Ну и тогда отсюда зеленый центр Перейдет сюда И задний тоже поменяется И делаем три пиф-пафа Один пиф-паф Второй пиф-паф Третий пиф-паф И вот центры На местах остались только вот эти дуги Ну и как раз ситуация нарисовалась поинтересней Далеко не сразу удалось мне понять Как это работает Но в итоге я вспомнил Существование зеркальной пирамидки На которой требуется процедура разворота центров Там используется комбинация Три пиф-пафа, перехват и еще три пиф-пафа Я попробовал ее здесь И она сработала Что она делает? Она перемещает вот эти два элемента вниз Вот сюда И отсюда вот эти элементы перемещает сюда Ну и снизу там куда-то что-то еще движется Но главное, что вот эти два идут сюда Да, если мы возьмем отсюда Вот эти два сюда пойдут Ничего хорошего не случится А если вот наоборот Красный Перенести сюда То объединится два элемента с треугольным центром Это полезно Да, если мы это сделаем То где-то еще подобная операция тоже случится Максимально кажется Здесь нужно трижды применять этот алгоритм Поэтому я еще подробно не исследовал За один раз из любого положения не выйти Но в данном случае Можно из такого положения Вот эти два сюда переставить Либо вот эти синие элементы поставить сюда Возможно здесь хватит и двух комбинаций Вообще поначалу я делал так Что находил элемент У которого один уже собран И пытался к нему что-то еще подставить Пока еще не до конца понимал Как это работает Но теперь же я наверное Сразу два вот этих сюда поставлю И нам хватит двух применений Мы видим Все центры треугольные в одиночестве Ни с чем не собраны Давайте Вот эти два пойдут вниз Делаем Три пиф-пафа Зеленая грань перед нами Синяя снизу Один Второй Третий Далее Перехватываем Меняя переднюю и нижнюю местами Синяя перед нами Зеленая снизу И делаем еще три пиф-пафа Один Второй Третий Видим что здесь появилось два синих Ну и останется видимо еще одна комбинация И эту же комбинацию повторите еще раз Находим два элемента Которые одинакового цвета Не на своем центре И их нужно отправить вниз вот сюда Да Да вот эти два пойдут сюда А вот эти два На их места Делаем то же самое Из подобного положения Один пиф-пафафа Второй пиф-паф Третий пиф-паф Перехват И еще три Один Второй Третий И все собирается Если кто-то Использует способы быстрее Напишите об этом в комментариях Гололом Ко мне ехали очень долго Так что у кого-то они могли уже появиться Я Смотрел в инструкцию Не сильно вникал Но здесь Для сборки Этих элементов Написано Три пиф-пафа Р У Р Штрих У Штрих Видимо каких-то не тех Я сильно разбираться не стал Но видимо Здесь какой-то Другой способ сборки Кому будет интересно Поизучайте Как по мне инструкция Не очень понятная Но я и не старался разобраться Мне Мой способ Показался Оптимальным А так Р У Р Штрих Уштрих Предлагает инструкция Р У Р Штрих Уштрих Р У Р Штрих Уштрих О, смотрите А что-то полезное Позволяет Менять Центры Целиком То есть они намекают Что сначала Сберите отдельно кружки А потом центры можно переставить Ну как вариант Почему бы и нет Если вдруг Увидите Что проще собрать Из того положения Когда треугольные центры Не на местах Можно собрать их Как есть А потом уже Переставлять целиком А переставлять Дуги Они предлагают Обычными Пиф-пафами Из пирамидки Делать их По три раза Ну Надо будет еще Поизучать Быть может Что-то более Оптимальное Здесь Давайте попробуем На обычном Magic Tower Сделать Те три пиф-пафы Я так понимаю Результат будет Такой же Р У Р Р Р Р Р Р Р Да Центры просто Переставились А если теперь Из такого положения Сделать Три обычных Пиф-пафы Как Ну для Обычной пирамидки Один Второй Третий Да И получается Вот такая вот картина это можно как-то использовать то есть у нас три пиф-пафа можно делать три пиф-пафа вместо 6 мы опустим вот эти сюда 1 2 3 не то еще раз раз два три получается вернул на место а три пиф-пафа должны по-другому как-то перемещать элементы 1 я это еще поизучаю возможно будет интересней но способа зеркальной пирамидки здесь безусловно работает по ходам нужно еще посчитать как быстрее и проще интересная пирамидка хоть элементов и немного но позволяет задуматься хотя когда раскрываешь ее секрет становится на естественно совсем простой на этом у меня все всем спасибо всем пока